Доброе утро, Севастополь! Давайте встречать весну вместе на телеканале СТВ. Здесь уже Сергей Зацепин и Катя Суздалева. Что-то мне подсказывает, что улыбаться мы сегодня будем еще шире. Конечно, ведь очень приятно, когда весна начинается в пятницу. Ну и по традиции нас сегодня ждут интересные гости, а еще много увлекательных сюжетов, которые приготовили наши коллеги. В первый день весны есть повод лишний раз побаловать своих пушистых любимцев. Ведь 1 марта в России отмечается День кошек. Праздник установлен ровно 20 лет назад. Считается, что он учрежден сотрудниками Московского музея кошки и редакцией издания «Кот и пес». А учитывая тот факт, что очаровательные севастопольские котики – это неотъемлемая часть жизни нашего города, мы поздравляем с Днем кошек всех наших телезрителей. Ну а в следующей рубрике мы узнаем, кто из ярких и талантливых личностей появился на свет именно 1 марта. Они родились в этот день. В этот день, 1 марта 1445 года, родился итальянский живописец Сандро Боттичелли. С раннего детства он интересовался искусством. Когда ему исполнилось 12 лет, он начал работать в ювелирной мастерской своего брата. Через два года Сандро переехал в город Препаратор, где его приняли в качестве ученика в мастерскую талантливого живописца Фра Филиппа Липпи. Но после отъезда мастера из страны в 1467 году у Сандро появился другой учитель – Андреа Вероккио. Также он был наставником Леонардо да Винчи. В 1470 году Боттичелли нарисовал свою первую картину «Аллегория силы». Ее приобрел торговый суд Флоренции. На первых самостоятельных полотнах живописец изображал различных мадонн. Позже Боттичелли открыл личную мастерскую, а к 1475 году Сандро Боттичелли стал знаменитым живописцем. Он занимался написанием фресок и картин для католических храмов. Один из самых значимых работ Боттичелли – «Весна», «Венера и Марс» и «Рождение Венеры». На протяжении жизни художник был одинок. Ни детей, ни супруги у него не было. В 60-летнем возрасте Сандро перестал рисовать, обеднел, нищенствовал и умер от голода в мае 1510 года. Знаменитого живописца похоронили на территории Флорентийского кладбища, расположенного возле церкви всех святых. В этот день, 1 марта 1906 года, родилась легендарная российская шахматистка Вера Менчик. Любовь к шахматам и игре девочке привил родной отец. В 9 лет Вера уже хорошо освоила правила и начала уверенно играть, но тяжелые предреволюционные времена не дали полноценно развиваться таланту. После утверждения советской власти родители Веры потеряли свое благосостояние и вскоре развелись. Девочка вместе с мамой и сестрой переехала в Англию, в город Гастингс. В Британии будущая чемпионка стала посещать местный шахматный клуб. Также Вера Францевна с большим интересом посещала занятия одного из самых лучших шахматистов начала 20 века, Геза Мороцы, который через несколько лет стал первым победителем шахматной олимпиады в составе венгерской команды. В 1905 году она дважды в матчевой серии побеждает чемпионку Великобритании Эдит Прайс и становится новым национальным шахматным лидером. После этого она на протяжении двух лет первенствовала на открытых чемпионатах страны, еще раз доказав свое превосходство. Благодаря этим победам Вера получила большую известность в шахматном мире, что позволило ей участвовать в борьбе за звание чемпионки планеты. В июле 1927 года она добилась этого звания, победив во всемирной олимпиаде по шахматам. Эпоха доминирования Веры Менчик в женских шахматах продлилась 17 лет. В июне 1944 года спортсменка трагически погибла в Лондоне во время налета фашистской авиации. Губернатор Михаил Развожаев подписал соглашение о сотрудничестве между Севастополем и российскими студенческими отрядами. Какие перспективы для молодежи это открывает, узнаем у нашей гости. В студии программы «Доброе утро» комиссар студенческих отрядов Севастополя Юлия Жданович. Доброе утро. Доброе утро, Юля. Этот год 2024, юбилейный для российских студенческих отрядов, верно? Да, все верно. Давайте тогда немножечко расскажем об организации и когда она появилась. Смотрите, российские студенческие отряды именно в том виде, в котором они есть сейчас, это обновленная, скажем так, организация, стройотрядов, которые были еще во времена родителей, бабушек, дедушек. Сама организация, да, существует с 59-го года, а современные российские студенческие отряды с 2004-го. И у нас получается в этом году двойной юбилей, то есть самому движению студенческих отрядов 65 лет, а российским студенческим отрядам 20. И у нас сейчас проходит замечательная кампания, которую придумал центральный штаб нашей организации. Мы говорим, что нам всегда 20, РСО всегда 20. Вот, это связано с тем, что в основном, да, в студенческие отряды приходят студенты, средний возраст 20 лет, и когда становятся бойцами, вот в целом на всю будущую жизнь, уже с куртками нашими, зелеными, с бойцовками, всегда остаются студентами, всегда остаются молодой душой, всегда 20. Вот нам тоже с Катей под вас. Конечно. Какие мероприятия планируются в юбилейном году? Смотрите, у нас, в принципе, организация сама занимается трудоустройством студентов, свободное от учебы время, то есть зачастую это летние каникулы, когда ребята могут уехать на целину, мы ее так называем. Поэтому самое ключевое, что происходит из года в год, это трудоустройство ребят летом. Также есть зимние трудовые проекты, поэтому можно сказать, что помимо цикла мероприятий, который приурочен к юбилейному году, у нас также есть самое основополагающее, это трудоустройство наших ребят по различным направлениям. У нас в Севастополе есть педагогическое направление, строительное направление, сервисное, археологическое, благодаря Херсонесу, цифровое, которое появилось не так давно, и студенческие отряды проводников, собственно, и губернаторские школьные трудовые отряды. Направлений очень много, поэтому и специфика мероприятий, нашей плансетки, мероприятий на этот год очень большая. Юбилейный год у нас и проводится, да, и будет проводиться в течение всего этого времени благодаря большому оргкомитету, который возглавляет Татьяна Алексеевна Голикова. Вот, и в оргкомитет в состав входит также Михаил Владимирович Развожаев, и у нас есть утвержденный план мероприятий, который приняли на первом заседании оргкомитета, в рамках которого будет проведено, запланировано проведение 66 мероприятий. Мы даже говорили 65 лет, вот 66, да, можно было прям 65-65 сделать. Вот, и мероприятий действительно очень много. Они профориентационные, творческие, спортивные, патриотические. Самое ближайшее, что будет в Севастополе, это Всероссийское совещание руководителей сервисных отрядов и также школа сервиса и гостеприимства Южного федерального округа. Вот в апреле уже планируем подготовку. В феврале карьерный форум у нас прошел на территории Севастопольского госсуниверситета. Да, 17 февраля у нас был в прошлом году, 16 февраля в этом, в пятницу, собрали более 1700 участников. Нас очень похвалили на федеральном уровне, сказали, что хорошо организовали. Ребята тоже остались довольны. Очень гордимся тем, что и категория участников у нас была не просто студенты, а студенты, школьники и молодые специалисты, которые уже закончили учебное заведение. Ух ты, слушайте, какая серьезная у вас работа, как вы все успеваете. Много ли участников российских студенческих отрядов в Севастополе? Вот те, кто именно организацией занимается всего происходящего? Ну, смотрите, членство у нас 600 человек примерно. То есть это среднее число без учета школьников. Потому что школьники, очень тяжело их посчитать. У нас в каждой школе, собственно, есть губернаторские школьные трудовые отряды. Но ребята каждый раз меняются. Потому что кто-то заканчивает школу, переходит в состав студенческих отрядов. Кто-то трудоустраивается только на лето, но в течение года занимается подготовкой к экзаменам, например. А оргкомитет в основном, да, это штабы наши. Вот у нас есть подразделения структурные, региональный штаб, вузовский штаб. В целом у нас наша команда организаторов, это всегда около 20 человек. То есть и карьерный форум, несмотря на большое количество участников, мы организовывали наши базовые команды, да, где мы просто делим свои задачи на блоки. Вот, поэтому стараемся. А как все успевать, на это у меня ответа нет. Как мы уже сказали, губернатор Михаил Развожаев подписал соглашение с Центральным штабом российских студенческих отрядов. Скажите, что это дает? Какие перспективы открываются? На самом деле, прежде чем расскажу, это то, что мы ждали очень долго. Для нас это очень важно, потому что с 2015-го у нас есть студенческие отряды в Севастополе. И вот в юбилейный год Михаил Владимирович приехал на ВДНХ, где у нас проходит выставка «Россия», и встретился с командиром Центрального штаба Дмитрием Андреевичем Парамоновым. И, собственно говоря, произошло это долгожданное, да, подпись соглашения. Это дает, ну, в первую очередь, конечно же, продолжение поддержки от правительства, но даже и без этого мы не сомневаемся в том, чтобы нам всегда помогали, да, информационной поддержкой, и финансово нам очень помогает город при организации мероприятий. То есть самое ключевое, действительно, это то, что перед нами открывается возможность дальнейшего сотрудничества, уже подкрепленное официальным соглашением. И такое есть далеко не в каждом регионе, что есть официальное соглашение. Поэтому, да, мы очень-очень рады, что Михаил Владимирович вошел еще в оргкомитет юбилейного года. Вот у нас в ноябре планируется всероссийский слет. Здесь, в Севастополе? В городе Москва. А, в городе Москва. Вот, юбилейный. Со всей России приедут ребята-студенты. И, знаете, я как человек, который в организации с 19-го года, вот мне всегда было интересно попасть на этот всероссийский слет. Но что бы с нами поехал еще губернатор города со студентами? Ну, это что-то невероятное. А делегация в каком количественном составе будет? Ну, слушайте, цифру назвать не могу, потому что не знаем, насколько у нас ребята будут трудиться в течение года, так как поездка на всероссийский слет – это больше поощрение для ребят, для активистов. Ну, я думаю, что порядка 30 человек. Ну, серьезная команда. А сейчас в Севастополе стартовала акция «Молодежный десант». Расскажите, что это такое? Ну, это моя любимая акция. Тут я могу очень долго говорить. Смотрите, «Снежный десант РСО» – вот это в целом, да, название общее для акций по всем регионам. «Снежный десант» зародился в Алтае, вот в самые-самые истоки движения. И предусматривал собой самую ключевую идею – помочь жителям, пожилым людям, отдаленных поселений с тем, чтобы убирать снег. Потому что, ну, вот в Алтае, да, снега очень много. Каждую зиму выезжали студенты туда помогать. И после этого акция начала разрастаться. У нас она проводится с 2020 года. И каждый год мы прибавляем количество участников. Вот даже ребятам, когда в этом году я презентовала, видно по фотографиям сначала 50 человек, сейчас 130, и уже на фотографиях прям видно. Акция вообще сама о чем? У нас нет снега в Крыму. Вот я слушаю, слушаю, да, и хочу спросить. У нас нет снега в Крыму, поэтому называют так. Количество участников увеличивается, а снега-то больше не осталось. Да, но работы все равно много. Молодежный десант у нас поэтому называется, а не «Снежный». А так мы выезжаем из года в год в отдаленные муниципалитеты для того, чтобы оказать помощь пожилым людям, маломобильным гражданам, для того, чтобы убрать исторические и памятные места, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны. Ребята у нас выполняют огромный пласт работы, и с каждым годом, помимо того, что раньше мы только пожилым помогали, сейчас это и семьи СВО, мы готовы абсолютно на любую помощь, заявляем об этом муниципалитетам каждый год, пишем письма, встречаемся с ними, общаемся, обсуждаем фронт работ. В этом году у нас также эта акция началась, 26 февраля у нас прошло открытие совсем недавно. Вот, пять отрядов студентов, пять отрядов школьников сегодня убирают 15-ю береговую батарею, Андреевский муниципальный округ проводит уроки в школе номер 20. Вот, поэтому, да, каждый день интересно знать, как у них, да, прошла работа, рассказывают, сколько мусора убрали, сколько продуктовых наборов привезли, вот, с бабушками общаются, и так приятно, почему же я вначале сказала, очень приятно, потому что она очень семейная, приезжаешь к бабушкам, уезжаешь с вареньем, с интересными историями, да, то есть незадумимо. Прям настоящие современные Тимуровцы, как Тимура и его команда. А, кстати говоря, это еще и год семьи. Да, поэтому вообще в этом году мы очень рады, что получилось собрать большее количество участников по сравнению с прошлым годом, и радуемся тому, что, я же говорю, с каждым годом увеличивается фронт работ, и, ребята, на закрытие, вот мы планируем в этом году прям красивую дату, 18 марта, юбилей Крымской весны наш, да, закрыть акцию, и я уверена, что отзывы будут только положительные, потому что уже на данный момент они говорят, мы не хотим, чтобы это заканчивалось. Есть еще одна акция, которую мы слышали, всероссийская акция, в рамках которой студенты могут выиграть миллион. На лучший линейный, если не ошибаюсь, отряд. Расскажите. Ну, это не акция, а полноценный конкурс, прям с большим положением, которое, если прочитать уже это и герой, и победитель, вот, очень интересная первая практика, на самом деле, вот за мою историю, сколько я в студенческих отрядах, уникальная возможность, две номинации в конкурсе, дебют и тандем. В чем разница? Дебют, значит, новый отряд участвует, вот прям новый, который создался в этом году, и тандем, это когда новый отряд, который только создался, и отряд наставник, то есть отряд, который уже существует. Миллион можно выиграть, выполняя все перечисленные условия, опять же, они прописаны в положение, это и творческие конкурсы, и участие тоже в течение года в мероприятиях региона. Вот, и, собственно говоря, дебют, да, это когда может просто отряд создать любой желающий студент. Поэтому мы, где возможно, размещаем эту информацию, то есть просто, если вы студент колледжа, если вы студент вуза, у вас есть желание в этом, еще не состоите в российских студенческих отрядах, или состоите, хотите поучаствовать, все, что нужно, это просто создать отряд, и объединив вокруг себя 10 человек. А, то есть 10 человек достаточно, это уже считается отрядом. И много отрядов участвуют в этом конкурсе по всей России? По всей России, да, есть 17 тысяч заявок в личных кабинетах у нас для этого конкурса, создали отдельный сайт. Вот, очень легко тоже в интернете найти информацию, там на этом сайте расписаны полностью все правила, условия. Вот, в Севастополе у нас тоже есть желающие принять участие, и очень радует, что у нас спектр направлений большой, то есть в номинации «Тандем», да, где старый отряд «Наставник» и новый отряд, можно выбрать как бы любое направление. То есть зачастую, да, студенты, например, на информационной безопасности получили возможность выбрать цифровое направление. Раньше его не было, тогда бы им пришлось, да, выбирать педагоги или строители, а я ноутбуком пользуюсь, вот. А сейчас есть вот прям на кого учишься, то и выбирай. И, как я упомянула, у нас есть замечательный, да, музей-заповедник Херсонес. Душа лежит у кого-то к истории, пожалуйста. Новый отряд археологов, старый отряд археологов и миллион ваш. Как комиссар студенческих отрядов Севастополя, по вашему мнению, какие шансы у севастопольских команд, у севастопольских отрядов на то, чтобы победить в этом конкурсе? В какой-нибудь из номинаций получить один миллион? Мне кажется, все сто процентов. Все зависит от наших ребят. И я могу смело сказать, что у нас севастопольская молодежь, она не только талантливая, но еще и целеустремленная. И с поддержкой нас как организации, с поддержкой управления по делам молодежи, с поддержкой правительства города, это сделать очень просто. И все, что нужно, да, это просто захотеть. И когда захотеть, можно в космос полетить. Вообще лучшая молодежь, мне кажется, живет в самом лучшем городе на земле Севастополя. Самая активная и самая патриотичная молодежь в патриотической столице России. А как вообще проходит процедура принятия студенческие отряды? Или это нужно отправить заявку? Каким образом это происходит? Ну тоже, в каждом регионе есть своя специфика. Когда я в 2019 году пришла, я прям помню, это у нас был период, когда нас называли сектой почему-то. Ну это потому, что у нас вот есть мероприятие, например, спевка. Когда на гитаре играют, все поют песню, мы встаем в круг. Ну что тут такого? У нас такая вот есть как бы традиция. И я помню, только поступила в Севастополь. Значит, меня просто на большом мероприятии от университета хватает за руку человек в курточке и говорит, вступай в отряды. Все, просто вступай, не спрашивай, тебе понравится. Вот вступила в отряды, из кандидата доросла до комиссара. Что сделала для этого? Написала заявление и оплатила членский взнос. У нас есть членский взнос, потому что мы как бы общественная организация. На данный момент составляет 500 рублей, когда я поступала, было 300. Ну увеличили. Но тем не менее приходит. В общем, все, что нужно сделать. Определиться с направлением, выбрать отряд. Отряд тоже мы помогаем выбрать, да, как бы как наставники. Если не лежит душа по направлению, как учишься, можно и в другой пойти. Это не запрещено. А, то есть можно выбирать. Да, да, да. Вот. И пишешь заявление, оплачиваешь членский взнос в течение месяца. Первое время тебя полностью по всем вопросам сопровождает командный состав твоего отряда. Ну а в дальнейшем, как бы когда ты проходишь целину, выезжаешь летом на трудовой семестр, на трудовой объект, ты уже и сам понимаешь, ну как бы, что делать дальше. Кто-то продолжает участвовать в конкурсах, кто-то понимает, что хочет там пойти из бойца стать командиром, да, комиссаром. У нас тоже, как бы, есть очень много вариаций должностей, и от которых зависит там умение человека, что ему больше души лежит. А насколько обширная география у студенческих отрядов? Вот там в советские времена, да, ездили там стройотряды по всей стране. Как у вас этим делом обстоят? Севастопольские студенческие отряды, они только где-то по Севастополю участвуют в каких-то проектах, или по всему полуострову, да, в соседнем регионе, в Крыму. Или, опять-таки, Севастопольский студенческий отряд может поехать и во Владивосток, условно, куда? Знаете, я пока слушаю вопрос, я представляю карту России. Так. Залито цветом написано РСО. Вот мы, по сути, везде у нас, как только появились, да, новые территории, там сразу ребята, как бы, создали движение. Поэтому 82 субъекта РФ у нас есть, студенческие отряды. Вот мы этим очень сильно гордимся, потому что география большая. Приезжаешь в Владивосток, можно найти себе знакомых, пойти у кого-то остаться с ночевкой. По поводу трудовых объектов. В Севастополь. И на территории города работает. Естественно, так как у нас, да, красивое море, солнце, у нас педагогические отряды в основном, да, остаются здесь, в детских лагерях, северная сторона, Севастополь. Я сама лично первая моя целина, это был Дол Алькадар. Вот, прекрасный июль месяц, тепло. Вот, новые друзья, которые, кстати, тоже к нам приехали в тот год, по-моему, из Московской области у нас было пару человек. Вот, поэтому, да, педагоги зачастую здесь, но кто-то выезжает в Артек, в Орленок. Смена есть, лагерь, вот, и, конечно, океан. Туда вообще очень далеко добираться, но эмоции невероятные. Строительные отряды, вот, как вы упомянули, строительные отряды осталось. Традиция того, что очень много строек, это и стройки Мирного атома, и Газпрома. Вот, ребятам, чтобы туда поехать, конечно, нужно потрудиться больше, чем если остаться в регионе. Это отдельная подача заявки, это отдельный конкурс. И, ну, я скажу так, большой конкурс, потому что строительных отрядов по всей России очень много. Вот. И все хотят на стройку Газпрома. Да. В 2023 году ребята у нас выезжали на всероссийскую студенческую стройку Мирный атом Тринити. Да, был сводный у нас отряд студенческий строительный, это из отрядов Пламя и Грифон. Там были и девочки, и мальчики, выполняли тоже разные работы. Ну, вот, кто вернулся оттуда, ну, до сих пор, мне кажется, несмотря на то, что вот у нас уже весна наступила, до сих пор с лета, еще у них эмоции, они хотят и в этом году поехать. Вот. Но я заметила, что с каждым годом все больше и больше, конечно, хотят не только в регионе оставаться, да, но и за лето попробовать и в регионе потрудиться, и куда-то выехать. Ну, то есть совмещение приятного с полезным. Да. И попутешествовать можно что-то много. Ну, замечательные перспективы открываются для всей молодежи нашего города. Юлия, спасибо вам большое за такой увлекательный рассказ. Обязательно приходите еще и рассказывайте о ваших успехах. Спасибо большое. Ну, а вы, дорогие друзья, никуда не переключайтесь. Прямо сейчас узнаем, что еще интересного ждет нас в эту пятницу на телеканале СТВ. В новом выпуске программы «Безопасный город» севастопольские полицейские покажут работу уникального ДНК-аппарата, который позволяет очень оперативно выявлять преступников, а также расскажут, как сотрудникам МВД удается ловить дистанционных мошенников. Не пропустите в 19.00. Итоги дня подведем, как всегда, в 19.30. В вечернем выпуске новостей корреспонденты севастопольского телевидения расскажут о главных событиях в жизни города-героя. В 21.30 не пропустите на нашем канале приключенческую историю школьника Кости, которая отправляется на поиски легендарного клада Ермака. Путь к сокровищам указывает древняя карта, которую мальчик находит во время учебных раскопок. Однако в охоту за кладом включаются бандиты. Но для Кости дело чести – опередить опасных соперников, ведь когда-то из-за этого клада погиб его дед. Смотрите художественный фильм «Сокровища Ермака» всей семьей. Катюш, очень хочется поскорее узнать, какую погоду пообещали синоптики в Севастополе в первый день весны. Расскажешь? Конечно, сейчас все расскажу. Сегодня в Севастополе малооблачно и без осадков. В течение дня воздух прогреется до плюс 13 градусов, при этом ночью ожидается плюс 4. Ветер западный 6 метров в секунду, влажность воздуха сегодня 69%, атмосферное давление в норме, а температура моря у берегов Севастополя 10 градусов. Спасибо, Катя. Ну, а у меня тем временем есть новость. Лучший блогер-пенсионер России живет в Тюмени. 60-летняя местная жительница Елена Слинкина заняла второе место во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету» в номинации «Я интернет-звезда». У ее канала 40 тысяч подписчиков, а просмотры постов превышают сотни тысяч. Сообщается, что Елена всю жизнь проработала воспитателем детского сада, а блогерством решила заняться 3 года назад, когда вышла на пенсию. Какая молодец! Вот еще одно доказательство, что пенсия – это новый этап в жизни и возможность заняться чем-то, что твоей душе больше всего хочется. Поэтому, если здоровье позволяет, не нужно сидеть в четырех стенах. Ну и, кстати, яркий пример того, что пенсия может быть очень такой энергичной, бодрой, активной – это наши севастопольские бабушки. О, да. Которые ходят в театры, на выставки, танцуют на Приморском бульваре, занимаются рыбалкой, а еще участвуют в общегородских зарядках. Так что мы желаем вам бодрости и активного образа жизни, независимо от возраста. И передаем слово информационной службе нашего телеканала. Каждое послание президента – это взгляд в будущее. И речь в нем не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах, которые стоят перед руководством страны. Сразу же обозначил вектор Владимир Путин. Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией. И в этом году 10 лет легендарной русской весне. Но и сейчас энергия, искренность, мужество ее героев, крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к родине, которую они принесли через поколения, безусловно, вызывают гордость. Президент отметил, в нашем обществе всегда преобладали такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность. И сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа. Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе и постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага. Нынешняя ситуация, по его словам, реально грозит использованием ядерного оружия и может поставить человечество на грань выживания. При этом без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен. В то же время у России достаточно партнеров и союзников. Прежде всего, это касается стран БРИКС, Латинской Америки и арабских государств. И они поддерживают именно те традиционные ценности, которые приняты в нашей стране. Здесь президент перешел к главной теме – поддержке семьи. Поддержка семьи с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования регионального и экономического развития. Глобальная задача для властей нашей страны – добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза – хотя бы до 12%. При этом необходимо повышать качество жизни семей с детьми и поддерживать рождаемость. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется – «Семья». О ряде конкретных инициатив прямо сейчас расскажу. Первое. Российские регионы в дополнение к федеральным программам реализуют свои меры поддержки семьи с детьми. В 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 2030 года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года. Коснулся Владимир Путин и тема долголетия. Сейчас в стране средняя продолжительность жизни составляет 73 года. Задача – увеличить ее до 78 лет. А в дальнейшем предстоит выйти на уровень 80+. Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам. Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом. Залог долгой жизни – занятие спортом. Одно из значимых достижений – за последние годы в России в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдаёт нормативы ГТО. Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку – бросай пить, вставай на лыжи. Вот это тот самый случай. Момент такой настал. Ещё одна важнейшая тема – образование. Владимир Путин напомнил, сейчас по всей стране действует масштабная программа капитального ремонта школ. Со следующего года такая же программа коснётся детских садов. Что касается школ, то здесь капитального ремонта требует около 18,5 тысяч зданий. До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а в дальнейшем будем проводить ремонты школ уже в плановом режиме. То, что сделано до сих пор, показывает, что мы на правильном пути. В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 миллиардов рублей. Напомним, программа капитального ремонта школ работает и в Севастополе. Её выполнение контролирует губернатор Михаил Развожаев. За время её действия уже отремонтированы 20 объектов в 10 школах. Всего в планах провести работы на 71 объекте в 40 школах. Ещё одна тема послания – экономика. В прошлом году в России она росла темпами выше мировой. Сейчас в нашей стране крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта. И пятая в мире. Ближайшая цель, по словам президента, войти в четвёрку. Такие успехи, как отметил Владимир Путин, должны напрямую влиять на уровень жизни наших граждан. 29-е в истории и 19-е для Владимира Путина послание Федеральному собранию стало самым продолжительным. Оно длилось чуть больше двух часов. Всё это – поручение членам правительства, депутатам Госдумы, сенаторам Совета Федерации, главам российских регионов. Впереди большая и сложная работа, но она важна для каждого из нас. Ведь главная цель всех преобразований – улучшение жизни каждого россиянина. И уверенность в том, что это случится, есть. Мы – одна большая семья. Мы вместе, и потому сделаем всё так, как планируем и хотим сделать. Как мечтаем. Верю и в наши победы, в успехи, в будущее России. Вся страна ждала очередного, уже 19-го по счёту послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Оно проходило в Москве в гостином дворе. В зале присутствовали и представители Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев, депутат Государственной думы от нашего региона Татьяна Лобач и председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев. Сразу после выступления главы государства они поделились своими впечатлениями. Только что закончилось оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию. Конечно, эмоционально, одно из самых таких первых вещей, которые было сказано президентом, я не вспомнил о десятилетии русской весны в Севастополе, в Краму, благодарил севастопольцев и крамчан за мужество и верность, и за желание быть с Россией. Это, конечно, такой большой эмоциональный заряд, который мы все эти годы несём и сегодня чувствуем особенность, с учётом особенно того, что было сделано в Севастополе за эти 10 лет. Мы сейчас эти итоги подводим, масштаб изменений, конечно, огромный. Но само послание, его даже нельзя назвать посланием, это была масштабная, полноценная программа социально-экономического развития страны до 30-го года. Своим выступлением президент коснулся всех ключевых направлений развития нашей страны. Самое главное, что Россия смело смотрит в будущее, исправилась со всеми экономическими вызовами. Большое внимание уделяется развитию семьи. В этом году мы празднуем и объявлены годами семьи. Отдельное внимание уделяется поддержке многодетных семей. Также будет запущен новый национальный проект молодёжи, новый национальный проект кадров. Практически все программы, которые заканчивали действовать в этом году или в следующем году, все продлены до 2030 года. Также президент озвучил, что помимо программы капитального ремонта школ, будет запущена программа капитального ремонта детских садов. А в рамках социальной догазификации теперь в эту программу включены и садоводческие товарищества. А мы знаем, что в Севастополе действительно садоводческих товариществ очень много. И теперь до каждого домовладения, до каждого садоводческого участка будет доведен газ. Запад всё сделал для демонтажа политической стабильности в мире, но без никакой стабильности быть не может без Российской Федерации. Также была отмечена очень важную роль в событиях русской весны севастопольцев и крымчан. Президент подчеркнул, что свою судьбу, своей страны будем мы решать сами. В Севастополе, который многие уже называют прифронтовым городом, слушали послания президента особенно внимательно, в том числе в штабе общественной поддержки. Там собрались представители партии «Единая Россия» и «Общероссийского народного фронта». Для нас, как для региона военного и, можно сказать, прифронтового, очень большое значение имела та часть речи президента, которая касалась проведения СВО, которая касалась развития нашего оборонно-промышленного комплекса, развития нашего вооружения, потому что система безопасности страны очень важна для нашего региона. Вы знаете, что бесконечные нападки со стороны внешних товарищей продолжаются. И очень важно защитить главную военно-морскую базу Черноморского флота, очень важно защитить жителей нашего города-героя. Поэтому, конечно, мы очень внимательно слушали. Я являюсь сама многодетная мама. И когда я сейчас услышала из послания президента, что принят национальный проект поддержки семей, то есть он был, но он продолжается. В 2014 году был материнский капитал 456 тысяч. На данный момент уже материнский капитал поддержки многодетных семей – это 630 тысяч. Это, конечно, важная поддержка. Сам подход Владимира Владимировича к речи, он уже знаменателен. Несмотря на то, что страна проходит тяжелейшие испытания, нам есть чем гордиться за данный период и ростом экономики, и успехах на фронтах специальной военной операции. Ну и, конечно же, президент признает какие-то сложности, но о них он всех в курсе, и работа, соответственно, в этом направлении идет. Центральная часть послания ключевая. Для меня это тема суверенитета. Это продовольственный суверенитет, экономический, культурный, цифровой. Это то, чему посвящены были все программы, которые президент озвучивал, нацпроекты новые и инициативы. И все, на самом деле, это посвящено развитию России, вектор которого обращен внутрь страны. Это очень важно, потому что каждый из нас влияет на то, что сейчас происходит, и мы вместе должны развивать нашу страну. В центре занятости Севастополя назвали самые популярные вакансии в регионе. Оказалось, что чаще всего в городе Герои требуются водители. Кроме того, в топ-5 вошли рабочие, специалисты различных направлений, виноградари и инженеры. Да, быть водителем – это дело ответственное. Только со стороны может показаться, что такая профессия наполнена романтикой дорог. А на самом-то деле, все, кто за рулем, должны соблюдать, во-первых, право дорожного движения, а во-вторых, помнить о том, что они несут ответственность за своих пассажиров. Это точно. Автомобильную тему продолжит наш коллега Михаил Паутов в эфире рубрика «Случай на дороге». Здравствуйте! В эфире новый выпуск рубрики «Случай на дороге». Смотрим вместе, что произошло на трассах Севастополя и Крыма. Не все всегда зависит от нас. Тем не менее, лучше посмотреть на чужие ошибки и сделать выводы, чтобы по возможности избежать опасных ситуаций. В прошлом выпуске мы рассказывали об аварии, которая случилась в феврале на перекрестке в районе улицы Олега Кашевого. Тогда столкнулись троллейбус, машины скорой помощи и иномарка. На этой неделе очевидцы опубликовали видео этого ДТП сразу с нескольких камер. Виновника аварии окончательно определит суд. Но предварительно госавтоинспекции Севастополя установлено, что водитель троллейбуса на перекрестке не предоставил преимущества автомобилю скорой помощи, который ехал со включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. В результате столкновения троллейбус изменил направление движения и столкнулся с иномаркой. Проезд этого пересечения дорог почему-то вызывает сложности у некоторых водителей. Буквально несколько дней назад практически на этом же месте произошла авария и опять с участием общественного транспорта. На этот раз предположительно виноват в аварии водитель белой иномарки, который хотел с крайней правого ряда не то развернуться, не то повернуть налево под горку. Но не заметил большой троллейбус и врезался в него. Учтите этот случай на будущее при проезде этого пересечения дорог. Приближение весны у некоторых водителей провоцируют необдуманные поступки. Как вы думаете, зачем водитель совершила вот такой маневр? Возможно, девушка просто не рассчитала габариты своей машины и врезалась, процарапав правый бок. Также есть версия, что ее могло просто возмутить поведение водителя белой лады, который вклинился в полосу прямо перед ее капотом. Эмоции сдержать не удалось и в итоге авария, а значит потеря времени и денег. В темное время суток на дороге нужно быть предельно бдительным. Некоторые водители порой не замечают препятствий при выезде с второстепенной дороги. Смотрите сами, как вам такой наглый маневр. Автор этого видео призвал смотреть на знаки и светофоры, а не надеяться на пресловутое правило «пропусти помеху справа». Очевидец сообщает, что дерзкий водитель на иномарке даже голову не повернул, выезжая на главную дорогу. В этом месяце сотрудники ДПС в Керчи попытались остановить ВАЗ-2115, но водитель проигнорировал требования и началась настоящая погоня. Полицейские приняли решение о преследовании автомобиля, и после непродолжительной погони им удалось спровоцировать машину на остановку. Водитель бросил авто и попытался убежать, но его догнали. Выяснилось, что за рулем был местный житель, у которого имелись явные признаки опьянения. Позже эти догадки подтвердились. Кроме того, он управлял автомобилем, не имея вовсе водительских прав. И напоследок милые достижения севастопольских водителей. Один из них похвастался, что накатал на машине красивую цифру – 88 888 километров. В ответ на эту фотографию другие водители стали делиться снимками своих тахометров. И один из них удивил комментаторов – 99 999 километров на, предположительно, советских «Жигулях». Возможно, такая цифра возникает на этом тахометре не в первый раз. А счетчик пошел на четвертый круг. Вы смотрели выпуск рубрики «Случай на дороге». Присылайте к нам в программу видео или публикуйте в социальных сетях. Лучше, конечно, один раз увидеть и сделать выводы, чтобы избежать аварий. Включайте поворотники и до встречи в эфире. Учащиеся Севастопольской станции юных техников стали призерами соревнований по картингу, которые прошли в городе Саки и были приурочены ко Дню Защитника Отечества. Подробнее об этом виде спорта поговорим с нашими гостями. Сегодня мы приветствуем в студии программы «Доброе утро» тренера по картингу Севастопольской станции юных техников – это Сергей Буштуев, а также участника и призера соревнований – это Тимур Митюков. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, как проходили соревнования и легко ли дались призовые места? Ну, на этой трассе Тимур участвовал еще и в прошлом году, пытался, но в другом классе ехал. А в этом году он уже выступал более взрослым. Ну, в принципе, трасса немножко сложная в каких-то своих рамках. Вот. Ну, пришлось побороться, конечно, но я думаю, он сам расскажет об этом. Соперники серьезные были, Тимур? Ну, для меня это были не сильно серьезные соперники. Я там ехал практически один. Впереди меня были быстрые ребята. Они уезжали из-за более мощных моторов. А сзади я уже за счет своих умений уезжал от них. То есть, получается, ты не только успеваешь следить за дорогой, но и за конкурентами? Да. А как это внимание все рассеивается? Ну, там была... Я бы не... Вот я еду и я смотрю на дорогу. Это же сложно. Там была такая трасса, просто там не было таких высоких ограждений. Поэтому я и видел, кто впереди меня, кто сзади. И ты параллельно анализировал, да, что происходит и каким ты сможешь прийти по счету. Правильно? Ну, в этом году получились призовые места. В следующий раз, я так понимаю, уже будет победа? Степ-бай-степ? Будем надеяться. Дело в том, что в апреле будет в Евпатории проводиться этап. Ну, они называют ее как коммерческая гонка. Стартовые дети не платят. И за них кто-то проплачивает со спонсоров. И вот будет у них такая гонка. Там, конечно, трасса намного длиннее, интереснее, более много скоростных участков. Вот сейчас поэтому и готовим и моторы, и ходовые, и пересчитываем все, чтобы, ну, ребята могли ехать быстро и достойно. Мы знаем, что до прошлого года на станции юных техников не было своих карт. А в 2023-м они появились. Это верно? Да. Ну, год назад нам поступило предложение от Бахчисарайского ДСААФа. Пригласили Тимура, еще одного мальчика, Вовчика, поучаствовать в соревнованиях за них. Ну, у нас картингов не было, поэтому, естественно, что, ну, как бы, я согласился, говорю, я не против, что, пусть ребята покатаются. Вот. И, естественно, им пошла накатка, посмотрели, что, как у них получается. Помимо этого, мы проводили свои соревнования внутриклубные. Вот у нас больше 70 человек детей, и тоже, как бы, конкуренция очень такая, веселая. То есть все 70 занимаются картингом? Да. А девочки есть среди? Да. Ух ты! А вообще, в каком возрасте можно прийти в картинг? С 8 лет. С 8 лет? Да, у нас даже 7-летние. Угу. Кто очень сильно хочет, да? Ну, те картинги, на которых ездят дети, у них моторы стоят сейчас 6,5 сил, а ребята, которые уже повзрослее, у них 13-ти сильные моторы. Ну, вот дети, которые даже маленькие, 7-леткие, там сиденья просто передвигаются, ну, как это почти, ну, практически прокатные карты. Угу. Вот, можно подстроить, и ребенок ест. А карты, на которых тренируются, и карты, на которых потом выступают, это разные машины? Да, разные. А как же, вот, вроде же, привыкаешь, определенные механика? Чем они отличаются? Какие-то? А потом садишься на какую-то незнакомую машину, и тебе нужно показать результат. Ну, в принципе, мы подбираем детей таким образом, чтобы они подходили примерно по одинаково и по росту были. Ну, даже если кто-то чуть-чуть короче на прокатных картах в педали вставляются специальные удлинители такие, вот. А, в принципе, ну, вес, прокатный тяжелее весит, чем такой карт, и немножко другая ходовая. Ну, самое главное, то, чтобы азы получить. Это скорость, вхождение в поворот на скорости, вхождение боком в поворот, чтобы карт практически не останавливался. Вот у Тимура, получается, катаясь в заезде, ну, я не знаю, редко, когда он прикрывает газ. Он как вот его открыл на старте, так и закрыл на финише. А сколько, Тимур, уже ты занимаешься картингом? Три года. Три года? А помнишь свои первые ощущения, когда вот ты, не знаю, там, вошел в поворот? Ну, я их сильно не помню, потому что тогда у нас были другие моторы и другой тренер. И тогда у нас была совсем другая трасса. Мы каждую тренировку переставляли. А первый трасс у нас была просто восьмерка. Ну, классно. Получается, ты любишь скорость, адреналин. А ты сам выбрал этот вид спорта? Или родители подсказали? Нет, я вообще сначала сам выбрал, но до этого еще занимался другими видами спорта, пока меня не пускали. Потому что я по возрасту ничего не подходил. А потом уже, когда подошел, сразу же пошел на карте. Ну, и тебе нравится? Ты ни разу не пожалел? Нет. Мне очень нравится этим заниматься. Очень конкретно отвечать ему. Нет, я не пожалел. Тогда у меня другой вопрос. Какими качествами должен обладать человек, чтобы быть успешным в картинге? Ну, ребенок в частности. В любом виде спорта просто быть человеком. Внимательно слушать, что тебе говорят и пытаться это сделать. Больше ничего не надо. А есть такие, кто, допустим, боятся скорости и пытаются тем самым, занимаясь картингом, преодолеть свой страх? Или это сразу смело и уверенно ребята приходят? Нет. Много детей, которые родители приводят. Да мы там катались на прокате, да мы там первые. Я говорю, хорошо, давайте посмотрим. И понимаю, что это рассказывают родители. А на самом деле ноль. А, кстати, родители тебя поддерживают, Тимур? Да, поддерживают. В твоих начинаниях. Ну, я могу вам сказать даже больше. У нас по прошлому году все дети, которые занимались у нас, 98% у нас остались на второй год обучения. 2% это те, кто уехал в другой город или поменял место жительства. Ну, один человек, который, ну, ребенок уже сам не захотел. А как вообще можно попасть к твоему картингу? Ну, приходите, заполняете документы, оформляете, и все. Но вы берете всех, или вы смотрите, делаете какой-то отбор, осмотр? Нет, мы этого не делаем. Почему? Потому что, ну, ребенок пришел, некоторые дети приходят, они даже понятия не имеют, что это такое. И в основном они сперва стоят где-то там в сторонке, потихоньку смотрят, как ездят остальные, и дальше уже принимают решение. Будут они заниматься или не будут они заниматься. Ну, потому что желание родителей, это, конечно, желание родителя, а ребенок, это же тоже немаловажно. Ну, поэтому здесь так сразу не получается. И честно вам скажу, что у нас вот родительский коллектив, это просто обалдеть можно. Ну, все-таки, да, картинг, это же не дешевый вид спорта. Родители участвуют? Это же ремонт автомобиля, я так понимаю, это экипировка. Ну, экипировку родители покупают сами. Почему? Потому что под каждого спортсмена она подбирается индивидуально. Шлема, и никто не пользуется одним шлемом, у каждого ребенка свой шлем. Сперва, когда год назад мы это как бы выдвинули родителей, на нас смотрели как-то с дикостью. Вы что творите? Мы тут вообще ездили чуть ли не в трусах и в майке, и шлем, да какая разница, висит и висит. Вот, и когда мы начали объяснять, что это жизнь детей, за них отвечаем мы, и вы. Как только ребенок сюда зашел, за него отвечает тренер. Ребенок вышел за пределы, за него отвечаете вы, родители. Вот, и получился такое, ну, с одной стороны, даже как бы на пользу пошло. Дети ехали, и, ну, как раз ехали те, кто был полностью экипирован. Шея, это Ханса, ну, ты специально одеваешься на шею, чтобы, если при ударе у тебя голова не отвернулась назад или вперед, ну, чтобы шейный позвоночник остался целый. И получился такой нюанс, что один карт ударил второй, и удар был такой силой, что, ну, видно было, как у ребенка пошла голова назад. Если бы не было Ханса, то, естественно, что, ну, что-нибудь такое было нехорошее. И после этого у нас вообще никаких вопросов по экипировке не возникало. Родители, которые даже вот новенькие их приводят, там, они начинают как бы заводить вопросы, вот, к родительскому комитету, и дети вам все расскажут. Опытные уже. Да. А на тренировках присутствуют родители? Вот папа, например, принимает активное участие в тренировках, смотрят за заездами? Ну, смотрят, мы обычно их всегда как бы вот за территорию, так, чуть-чуть, и не надо, потому что, ну, вы понимаете, что такое папа, который, а-а-а, давай, дай мне на газ. Вот я о чем говорю, эмоции, наверное, да, как ты едешь-то, а давай, газ жми, там, есть какие-то подсказки какие-то? Да, ну, нет, 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 мы это запрещаем делать по одной простой причине. Я говорю, всегда, говорю, запомните, ну, вещь, когда ребенок едет, он должен только слушать тренера. Во время заездов его можно остановить, могу только я. Или второй тренер. Но когда родители, кстати, начинают что-то там махать, там, или еще что-то, ребенок посмотрел в сторону, отвлекся, он потерял время, он потерял место свое в гонке. Его, может, куда-нибудь там... Центрацию внимания. Да, просто отвлекся, все. Папа в итоге слушает вас? Да. Тимур, а ты слушаешь тренера? Ну, конечно, слушаю, у меня другого выбора просто нет. Замечательно. Ну, и вопрос такой очень важный. Есть ли какие-то сложности в развитии картинга в Севастополе? Что можете сказать об этом? У нас на станции картодром, ну, уже асфальт давным-давно пришел в негодность. Ну, думаем, что губернатор все-таки услышит нас. Мы приглашали специалистов, которые просто приехали, посмотрели, сказали, говорят, эта вся работа займет, ну, три дня от силы. Загоним технику, это все убрали, положили новый асфальт, укатали, вперед занимайтесь. Ну, будем надеяться, что в этом вопросе вам обязательно помогут. Тем более, что есть уже первые успехи. Конечно. Вопрос еще, к каким соревнованиям вы сейчас готовитесь, в Евпаторию, да, поедете? Да, вот 14 апреля будут Евпатории, а потом 24, да, по-моему, в САКах опять. В общем, отдыхать-то и расслабляться некогда, да? Некогда. Ну, тогда мы этим утром предлагаем вам сделать зарядку, но только для ума. Вы как, не против? А вы уже команда, сложившаяся, и вашу команду предлагаю взять Сергея Зацепина. Возьмете? Сколько? Я один. Итак, вопросы будут про скорость, поскольку я так понимаю, что в картинге скорость важна. Важна же? Конечно. Итак, первый вопрос. В 2022 году в России установили новый рекорд скорости автомобиль «Ламборгини» разогнали до 299 км в час. А вот в каком месте стало возможным установить такой рекорд? Варианты такие. На взлетной полосе аэропорта Сочи, на трассе Москва-Санкт-Петербург или на льду Байкала? Ну, на льду это вряд ли, но, скорее всего, наверное, на аэродроме Сочи, Сережа. Я тоже за взлетно-посадочную полосу. И это неправильный ответ. На льду Байкала, Сергей, вы представляете? Не знаю, как им разрешили такие хулиганства, это все-таки не очень безопасно, скажем так, откровенно, но факт вещь упрямая. Посмотреть на то, какой был тормозной путь после этой скорости на льду. Я тормозил парашютом. Ну, в общем, счет становится 1-0. Второй вопрос. Первый штраф за превышение скорости был выписан в 1896 году в Англии. Тогда мужчина ехал по улице с невероятной скоростью для того времени 13 км в час. Его, конечно же, оштрафовали. А каким образом полицейские догнали нарушителя? Варианты? На велосипеде, пешком или же на таком же полицейском автомобиле, который двигался с той же скоростью? Я думал, будет вариант на лошади. На лошади? Нет, нету такого варианта. То есть, либо на велосипеде, либо пешком, либо же точно на таком же автомобиле. Ну, не знаю, что-то мне подсказывает, что, скорее всего, на велосипеде. Потому что у полиции в то время не было автомобилей. Вот, вас не проведешь. Наверное, олигарх в местной питании было. Видимо, да, в Великобритании. Действительно, на велосипеде догнали полицейские нарушителя, выписали ему штраф и очень сильно огорчили человека. Один-один. Один. Это не из области скорости гонок, а из области физики, мне кажется. Вот это же скорость. И астрономии. Ну, интересно же, с какой скоростью движется МКС наша. Итак, 15500, 27700 или 36200? Недавно был фильм, и как раз скорость станции, которой подлетал другой аппарат, была где-то за 30 тысяч. Значит, вы выбираете... Третий вариант, да? Третий вариант, 36200. Да. Выбрали? Только поддержать, Сергея. И я выиграла вас, потому что 27700 скорость, оказывается. Может быть, просто этот аппарат был как-то быстрее, чем сама МКС. Ну, честно говоря, я в этом не очень разбираюсь, но мы очень рады, что вы этим утром пришли к нам в гости. Тимур, вам дальнейших побед, и обязательно приходите к нам еще и рассказывайте о своих успехах. Спасибо. Спасибо большое. Далее, друзья, в нашей программе постоянная рубрика «Имеем право». Смотрите, никуда не переключайтесь. В этой рубрике отдельной строкой мы затронем вопросы безопасности дорожного движения и алгоритмы действий пешеходов, пассажиров и водителей в конкретных ситуациях. Телезритель Игнат Павлович интересуется, при каких видах нарушений правил дорожного движения транспортное средство нарушителя может быть конфисковано по решению суда в доход государства. С 2023 года повторное управление транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, что само по себе влечет уголовную ответственность, предусматривает также дополнительную меру наказания в виде конфискации транспортного средства в доход государства. Ваши вопросы мы ждем по телефону 8 86 92 88 51 03. Впереди первые весенние выходные этого года. И хочется пожелать всем, чтобы они были яркими, насыщенными и оставили много приятных воспоминаний. Ну а если у вас еще нет планов, тогда предлагаем посмотреть нашу постоянную рубрику «Афиша». Она расскажет о культурных событиях, которые пройдут в городе Герои в ближайшие дни. Завтра, 2 марта, в Ретро-кинотеатре «Украина» пройдет показ фильма «Добровольцы. Воспоминания о будущем». Кинокартина расскажет об участниках спецоперации. Особая роль в документалке отведена общению с бойцами добровольческого батальона «Крым», в том числе ушедшим на СВО из Севастополя. Начало в 12.30. Вход свободный. Также в субботу в библиотеке имени Льва Толстого пройдет лекция-концерт «Музыка севастопольских композиторов». В программе – композиции Екатерины Троценко, Александра Шпака, Якова Машарского, Антона Куповца, Марины Сватаненко, Александры Арестова и других. Начало в 16.00. Вход свободный. В воскресенье 3 марта «Севтюз» приглашает на постановку режиссера из Санкт-Петербурга Дарья Левингер «Сновидение принцессы». Это спектакль о просветлении, радости, преображении и волшебства. Начало в 18.30. Вот, разновидность роликов. В отличие от роликов, у них 4 крыльца. Также в воскресенье в бизнес-центре «Царская пристань» состоится концерт «Море любви». Музыканты Светлана Рубина и Максим Перов исполнят авторские композиции для скрипки и фортепиано. Начало в 16.00. На сцене театра Луначарского 3 марта будет показан спектакль «Месяц в деревне». В уютное поместье к семье Исаевых приезжает студент Алексей Беляев, который невольно становится яблоком раздора между молодой хозяйкой и ее воспитанницей. Начало в 18.30. В понедельник 4 марта в 18.00 в библиотеке имени Льва Толстого пройдет фотосушка «Усы, лапы и хвосты». На выставке вы сможете увидеть забавные фото питомцев жителей Севастополя. Также вы сможете пообщаться с владельцами фотоснимков и поучаствовать в выборе лучшего кадра. Начало в 18.00. Вход свободный. Во вторник 5 марта в Доме офицеров Черноморского флота пройдет концерт, посвященный Международному женскому дню «Нет тебя прекрасней». Творческие коллективы Балаклавского дворца культуры представят зрителям свои лучшие номера. Начало в 18.00. Вход свободный. В Херсонесе Таврическом открылась выставка «Тайны Инкерманской долины». Ее посетители смогут узнать, какие загадки хранит в себе одно из самых живописных мест в окрестностях современного Севастополя. И увидеть подлинные археологические находки, архивные фотографии и редкие издания из собрания библиотеки Музея-заповедника. Выставку можно посетить до 14.00 апреля с 9.00 до 17.00. Вход свободный. Утро первой весенней пятницы. Вместе с вами встречали Катя Суздалева и Сергей Зацепин. Мы желаем вам отличного настроения и увидимся в понедельник на телеканале СТВ. Субтитры подогнал «Симон»!